Привет, друзья! Сегодня будет очень необычный обзор яхты. Большинство яхт, которые стоят у нас в яхт-клубе, это шведские круизеры, ну, либо просто круизеры, то есть яхты, предназначенные для каких-то круизов долгого, на ней времяпрепровождения, пребывания, и заточены просто на то, чтобы в небольшом размере максимизировать какой-то внутренний комфорт. Также есть яхты спортивные, предназначенные чисто для спорта, то есть там полный аскетизм и много-много каких-то веревок, устройств, блоков, все для того, чтобы выжимать максимум из ветра. Но эта яхта, особенно тем, что она сочетает в себе спортивность с колоссальной эстетикой, я уже года два хотел попасть на борт этой яхты и посмотреть, как она ходит под парусами, потому что каждый раз, когда я прохожу мимо нее, у меня просто какой-то колоссальный эстетический восторг. Вы только посмотрите на эти обводы, на эти линии, на вот эту чистоту палубы, насколько здесь все именно эстетично и минималистично. Так, мы в гостях на яхте Бланка. С нами Сергей, ее владелица-капитан. Сергей, тебе слово, расскажи, пожалуйста, что это за яхта, чем она особенная. Добрый день всем. Значит, это класс яхты, называется H-Bot. На самом деле для меня было удивительно тот факт, что, оказывается, это достаточно массовая лодка. Значит, производится она с 1967 года. Она финская. Произведено было с 1967 года более 5000 таких лодок. Это официальный класс мирового парусного спорта. Значит, очень много их в Европе и в Скандинавии. На заводе в Финляндии и в Дании по строительству этих лодок. Значит, я ее приобрел пять лет назад. Это первая моя лодка. Ну и так получилось, что сразу такого спортивного класса. Хотя я в целом в регатах особо не участвую, но предыдущий ее владелец очень активно этим занимался. Бланка неоднократная призерка, призер яхтенных чемпионатов местных. И, по-моему, в Онегу и в Ладогу она ходила. Первые места, вторые, третьи. Ну, в общем, весь пересал почета и награды у нее есть. Я в большей степени ее использую как прогулочное судно. Времени особо нету, поэтому очень хороший вариант для того, чтобы после работы прийти и в хорошую погоду выйти в залив. Пару частиков походить, проветрить мозг. Да, то есть при таком достаточно компактном размере, хотя она довольно длинная, да. Она по длине практически равна соседним круизерам. Но при этом она узенькая, такая вот компактная, вроде выглядит небольшой. То есть в этом плане ее несколько проще содержать, несколько проще, там, младшественной командой, наверное, на ней ходить. Да, конечно, в управлении она достаточно удобная. Я и в одиночку выхожу на ней. Ну, правда, конечно, не очень сильный ветер. Вот, но очень даже маневренная. Все для того, чтобы прекрасно проводить время на ней есть. Она 8,2 метра по паспорту. Ну, я в метрах, так буду говорить. Да, да, да. 27 футов. Да, 27 футов, да. То есть 8 метров, 27 футов. Ширина 2,15, по-моему. И осадка у нее 1,4 метра. Да, что очень хорошо для нашей акватории, потому что у нас залив достаточно мелкий, много милей. С длинными килями, да. Как у многих спортивных яхт, они вынуждены идти очень далеко на двигатели и только там тратить час туда, час обратно просто на двигатели из-за того, что осадка не позволяет сразу идти вне фарватеров. По фарватеру не всегда возможно идти на парусах. Ну, как мне кажется, эта яхта все-таки не совсем подходит для новичка, если вот человек только там начинает заниматься. Наверное, она все-таки сложнее, потому что так как делалась паспорт, у нее соотношение там ее массы размеров к площади парусов, наверное, все-таки больше, ну, она более нагруженная парусами. Ну, она дает тебе возможность, на самом деле, делать ошибки. Она очень устойчивая на воде, несмотря на то, что действительно и паруса там нагружены парусами. Несмотря на там на любой крен, даже если не рифить паруса, она легко восстанавливает свою устойчивость, когда сбрасываешь нагрузку с паруса. То есть, в принципе, для новичка даже, несмотря на то, что действительно спортивный такой класс, вполне себе подходит. А что ты можешь сказать про ее обитаемость? То есть, ну, конечно, эта яхта не задумывалась как для каких-то длительных путешествий или жизни на борту, но можно ли в ней отправиться там на несколько дней, как-то переночевать, что-то приготовить, то есть какое-то время провести? Да вполне можно. Единственное, только, конечно, стационарной организации быта здесь нет. Ну, то есть, нету гарьюна, соответственно, нету там кухни какой-то. Ну, спальные места, вполне себе там симпатичная отделка салона, но сейчас пройдем, посмотрите. Посмотрим, конечно. Да, и всякие места для хранения от рундуков до там полочек, здесь все имеется. Так что, в принципе, недалекие походы, хорошую там, допустим, теплую погоду, вот, когда можно позволить себе воспользоваться там какими-то другими уличными способами, удовлетворением потребности, здесь все можно очень даже хорошо на ней делать. Отлично. Ну, интерьер мы посмотрим на обратном пути, а сейчас пойдем на воду, в залив, посмотрим, как эта яхта действительно ходит на парусах. Мы выбрали этот день, потому что сегодня хорошо дует ветер, по прогнозу от 18 стабильного до 22 узлов на порывах. Ветер восточный, поэтому здесь он не ощущается, мы закрыты от него, но и он с берега, поэтому не должно быть волны, поэтому должен быть очень такой ровный и хороший ход, где можно будет показать хорошую скорость. Ну, в реальности отсюда мы не можем видеть, совпадает ли прогноз, значит, пойдем на воду и будем смотреть. Погнали. Вперед. Прогуляемся по Паубе. Вообще, когда мы сюда пришли, сегодня у нас уже конец октября, и на Паубе просто такой вот снеголед, и ходить было очень скользко. Но пока мы вышли, разошлись, на солнышке уже тут все немножко подсохло, периодами выходит солнышко. Очень, кстати, классная погода. Осенний яхтинг, ребята, тоже не нужно его недооценивать, достаточно тепло одеться, и тоже очень классно. Вот смотрите, какая красота вокруг. Несмотря на довольно узкие такие стремительные обводы, потопщина этой яхты достаточно широкая. Видите, я спокойно передвигаюсь. Но здесь, как до оборудования, сделаны леерные стойки. То есть изначально эти яхты идут по классике, вообще без лееров. Здесь леера доработана, то есть здесь удобнее и безопаснее. Есть маленький фальшбортик, но он прямо реально маленький, поэтому, конечно, в него планоценно упереться, ну, у меня, по крайней мере, вот в сапогах не получится. В кроссовках летом, когда тепло, еще, наверное, да. Но тут все сделано по минимуму, все по классике, то есть такой концепт ближе к какому-то J-классу классики, где вот ничего такого нету. Но все рассчитано все-таки на спортсменов, на людей с опытом, которые не должны за борт вываливаться. Мы идем на парусах. Значит, у нас сейчас пока бакшток. Сейчас мы поприводимся, посмотрим, как она работает на разных курсах. Ветер здесь немножко посильнее, очень хорошо. Смотрите, какая удобная у меня позиция. То есть здесь все в тике, я сижу, мне тепло. На полных курсах я могу сидеть вот так, потом я могу сесть так, на кренщике как-то так упереться. Есть удлинитель у румпеля, то есть я с ним могу дотянуться дальше, куда-то там добрать стаксель, например, вернуться обратно. И если мне нужно что-то сделать впереди, потому что отсюда не до всех органов управления я могу дотянуться. Если нужно быстро сделать, вот такой крепилочек. Мы можем зафиксировать румпель в определенном положении. Ну, вот сейчас под углом каким-то зафиксируем. И быстро пойти там что-то переделать. Видите, если паруса сбалансированы, то мы можем какое-то время идти как будто бы на автопилоте просто с зафиксированным румпелем. Даже, смотрите, на удивление, мы идем ровно, она даже и не приводится. Ну, естественно, если я доберу грот, она быстро приведется. Давайте пойдем поострее. Вот так, на крене. Очень тоже у меня удобная позиция. Я упираюсь в банку противоположного борта. Хорошее чувствительное управление. Румпель, с одной стороны, он не тяжелый. Я не прикладываю каких-то значительных усилий. С другой стороны, он чувствительный. Я прямо чувствую нагрузку, чувствую каждую какую-то волну, вибрацию на переруля. Поэтому управлять очень прикольно. Так прямо динамично, как такой руль спортивного автомобиля. Сейчас у нас придет небольшой порывчик ветра. Посмотрим, как яхта будет его отрабатывать. Вот видите, крен немножко уже усиливается. Но при этом все контролируемо. Здесь у нас не взято никаких рифов. И яхту я могу даже увалить, не потравливая грот. Она вполне себе на это реагирует. Вот видите, раз. Конечно, надо потравливаться, когда мы делаем такой маневр. Но я просто для того, чтобы вам показать, насколько она хорошо все это дело отрабатывает. Вот. В порыве можно просто привестись. Очень чувствительное управление. И при этом я даже могу ее как бы откренивать с собой, находясь на этом борту. Можно попробовать вот так вот через удлинитель румпеля. Но мне так меньше нравится, потому что немножко не так хорошо чувствуешь яхту, как напрямую через румпель. Вот. В удобном доступе у меня находится гико-шкод. Мне довольно удобно его отравить. И добирать. Вот. Даже вот так, кстати, с двумя ногами на банку мне еще больше нравится. Вообще чистый кайф. То есть яхта с одной стороны очень спортивная, с другой стороны достаточно комфортная. То есть она по ощущениям где-то, наверное, посередине между яхтой, где какой-то чистый спорт, типа Open 800, и яхтой какой-то круизной. То есть тут с одной стороны получается в балансе. И спортивные ощущения такие вот. Крена, скорости, легкости. И при этом это все достаточно комфортно. Давай разгоняемся и сразу обратно. Какой-то баланс между скоростью, спортом и гедонизмом. Просто каким-то отдыхом, просто какими-то хорошими эмоциями. Несмотря на то, что яхта, конечно, не для там совсем новичков, но для людей уже с каким-то опытом, очень удобно будет на ней учиться. Она очень чувствительна к ветру, к парусам. Очень хорошо управляется, при этом вы ощущаете там малейшие изменения ветра, малейшие изменения курса. Мне очень нравится, очень приятно на румпеле. Вот пойти куда-то вот так вот покататься, просто выйти там после работы, допустим, ощутить кайф. Супер! Кайф! Эстетическое удовольствие. Просто восторг. Очень пробуждает эта яхта какие-то эстетические чувства внутри меня. То есть это прямо вот красота. Вообще яхтинг это в первую очередь про красоту. И здесь ее можно ощутить вот просто в полной мере. То есть несмотря на всю спортивность, довольно приличный сейчас ветер. Вот я сижу здесь на солнышке у мачты и очень хорошо. Очень классно иметь яхту настолько универсальную. То есть с одной стороны она не так сложна в содержании, ввиду своих недостаточно компактных размеров. С другой стороны она позволяет отдыхать. Можно даже путешествовать в какие-то не очень длинные походы, в ней ходить. Внутри есть место для более-менее организации быта. Несмотря на то, что яхта достаточно узкая. И при этом можно полноценно участвовать в регатах, соревнованиях. Потому что большой, обширный класс. Много яхт этого типа именно. То есть можно в регатах этого класса участвовать. Как в России, так и в других странах. Они достаточно распространены. То есть очень универсальная лодочка. Дарит великолепное очищение. Очень ходкая, очень управляемая. И очень красивая. Мы пришвартовались. Находимся внутри яхты Бланка. Значит здесь есть два спальных места. Таких длинных. Они туда еще вглубь уходят. Есть два небольших столика. Есть шкафы. То есть тут не так уж прямо эскетично. То есть я ожидал здесь как бы вообще в отсутствии чего бы то ни было. Как на большинстве спортивных яхт. Но здесь прямо есть и полочки, и баночки. Под ними соответственно, естественно, у нас рундучки. Также у нас рундуки под паелами небольшие. Какой-то столик даже можно чего-то здесь сделать. Или, например, поставить сюда небольшую туристическую плитку. Приготовить себе еду. Большая кровать в носовой каюте. Этот треугольник, естественно, съемный. То есть мы можем сделать здесь две отдельных банки. Ну вот сейчас он собран. И вот так вот здесь еще много-много места остается. То есть вполне себе даже четыре человека могут вполне комфортно здесь устроиться на ночлег. Кстати, вот отсюда еще удобнее, если я что-то готовлю. Вот так вот прям сел. И тут на столике чего-то делаешь. Ну и, естественно, там рундучки все открываются. Панель управления электрикой. Ручки держатся. Вентиляция. Ну и люк. Люк довольно-таки такой большой. Здесь можно так выглянуть, вылезти. Это по совместительству и эвакуационный выход, если понадобится. Ну, можно просто в непогоду вот так вот выглядывать. Или открыть для проветривания. Или просто лежать и смотреть на звезды. На самом деле я прям удивлен внутренним убранством. Я ожидал здесь такой более скромную какую-то внутренность. Более свойственную спортивным яхтам. А здесь прямо так по круизному этого не ожидаешь, когда сюда заходишь. То есть, в принципе, при большом желании можно даже какой-то отдельный стол вот здесь сделать, крепление, чтобы он сюда ставился. И можно будет там комфортно. Четыре человека могут сидеть за таким солидным столом. То есть, ну, этот стол просто отдельно ставится во многих яхтах так сделанным. Кому нужно, можно такую штуку тоже себе устроить. Теперь по кокпиту. Пока мы работали, на ветру было неудобно снимать, поэтому расскажу. Здесь мне очень понравилась вот эта система. Видите, необычная лебедка, она со встроенной сразу ручкой. Причем ручка, она откидная, можно ее здесь снять, если она вам не нужна. Но, в принципе, она здесь абсолютно не мешает, потому что она снизу. То есть, можно снимать шлаги и набрасывать. Ручка не мешает. Вам это делать, как в лебедках, где она сверху. И при этом она у вас всегда под рукой. То есть, можно добить. Когда она не нужна, вы ее так вот куда-то в сторону отвели. И не спотыкаетесь. Интересное решение. Мне понравилось. На самом деле, классно придумано. Здесь есть несколько рундуков. Два по бокам. Раз-два. Достаточно глубокий. Вот так вот. Канистры тут всякие хранятся. Швартовые. Вот, два классических рундука. То есть, досюда у нас доходит спальное место. Дальше начинается рундук. И большой кормовой лазолет. Вот такой вот. Здесь прям прилично место. Причем он соединен с боковыми рундуками. То есть, если у вас что-то длинное, такое габаритное, нужно убрать, то вы его прямо запихиваете досюда. То есть, здесь нет перегородки. Там единое пространство. Здесь 4 лошадиных силы подвесной двигатель. Это вполне хватает для уверенного, комфортного хода. Где-то 5-5,5 узлов. Вот такая вот замечательная яхта. Сочетает в себе, в балансе эстетику, спортивность, компактность. И очень хорошие ходовые качества. При небольшом компактном размере, позволяющем в том числе ее использовать и в круизном варианте. Ну, конечно, всегда это какой-то компромисс. То есть, если у вас яхта спортивная, у вас чуть меньше круизная составляющая. Яхта круизная, у нее меньше спортивная составляющая. Вот здесь очень хороший баланс. Такой немножко ближе к спорту. Но при этом все еще остается комфорт, позволяющий по несколько дней на ней путешествовать. Мне эта яхта очень понравилась. Было очень приятно. Мы классно покатались. Надеюсь, вам тоже было интересно смотреть. Если обзор был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите новых обзоров. И до встречи под парусами.